Этот пожелтевший от старости фотоальбом 92-летняя Ирина Горина листает крайне редко. Один раз в год и только 5 октября. Она достает его из шкафа, чтобы снова вспомнить годы работы в школе, своих коллег и, конечно же, учеников, обучению и воспитанию которых эта женщина посвятила половину своей жизни. Ее педагогический стаж больше 40 лет. Сначала работала учителем русского языка и литературы в одной из школ аула Хабес и аула Дружба. А потом профессионализм Ирины Яковлевны заметили и в городе. И тогда ее перевели в школу-интернат, в новое учебное заведение, ученики которого немного отличались от других. Это были дети из трудных семей, из всей области. Тогда же это область была, не республика, а область. Ну и самых трудных давали. Ну мы старались их правильно воспитывать. Я сколько была старшим воспитателем, потом была завучем по воспитательной работе, и все равно я каждый год вела русский язык и литературу в классах. Впрочем, для Ирины Гориной день учителя не только день воспоминаний. Этот праздник всегда наполнен радостными ожиданиями, звонками и приятными встречами, так как желающих поздравить любимого учителя немало. Николая Кучерова Ирина Яковлевна вряд ли когда-то забудет. Даже несмотря на его солидный возраст, он по-прежнему остается для нее тем озорным колей, всегда стремящимся к знаниям. Да и кроме того, мужчина навещает учителя очень часто, считает это своим долгом. Зато любовь и внимание, которое она дарила всем воспитанникам интерната, в том числе и ему. Если по-армески, как старшина, от подъема до отбоя, как мы кушаем, хорошо ли мы подготовились к занятиям, хорошо ли мы погладились, вот такая у нас была. Но если юность наша вечная, вы юность наша вечная, Ирина Яковлевна, мы вас все знаем, все любим. Такой нелегкий и важный труд Ирины Гориной не остался без внимания. За годы работы в копилке педагога немало наград. Благодарственные письма, грамоты, знаки отличия и медали. Но, пожалуй, одна из самых главных, по признанию женщины, это забота и внимание от бывших учеников. Многие из которых хоть и разъехались по разным городам, но день рождения своего педагога и день учителя всегда помнят и поздравляют. Они знают, родители приходят даже, благодарят за детей. Спасибо вам, спасибо. Я учила их, как надо вести себя, как надо заниматься, как надо работать над собой, чтобы грамотные были. Несмотря на свой преклонный возраст, Ирина Яковлевна продолжает заниматься саморазвитием. Каждый день она учит по четыре строчки стихотворений, написанных ее любимым автором Андреем Дементьевым. Сегодня женщина наизусть знает около сотни его произведений. И отрывок одного из них Ирина Яковлевна рассказала и нам. И символично, что он посвящен учителям. Не смейте забывать учителей, пусть будет жизнь достойна их усилий. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей. Не смейте забывать учителей. Дарья Назарова, Роман Нагаев, Архиз 24.